Ситуация в Республике Беларусь ужасная, заявил Трамп. Европарламент, 560 голосов из 705, это 5 ведущих партий, голосуют о непризнании Лукашенко президентом, проголосовал и самое главное, объявил его персоной нон-грата в ЕС. Если Лукашенко никто в мире не признает, кроме Российской Федерации, Китая, Турции, Азербайджана и по-моему Молдовы, да и то официальных заявлений на эту тему нет со стороны этих стран, то Лукашенко как президент нелегитимен. А это значит, что если он пересечет границу Европы, он может быть арестован по ордеру Интерпола, наверняка этот ордер появится после массовых избиений людей в Минске. Все высказались сегодня по поводу Лукашенко и Трампа и страны Прибалтики и европейские страны. Молчит только один человек, упрямо молчит, фамилия его Владимир Путин. Хотя мы, напомню, живем в государстве, которое называется Союз России и Беларуси. Зато Лукашенко сегодня сказал, что они с Путиным одного мнения. Заварушка вокруг Беларуси неспроста. После сегодняшнего обдукнулся Лукашенко на заводе тягачей, выступая перед рабочими, у него просто нервы сдали на самом деле. Ну и рабочие кричали уходи, рабочие, в которых он всегда видел свою поддержку. Когда Лукашенко потребовал от кого-то из рабочих убрать телефон, вот сейчас правозащитники сообщили, что этот рабочий Минского завода тягачей Андрей судам задержан. Это на него накричал Лукашенко. Неужели хватило ума еще и парня отправить в тюрьму? За что? За что он снимал на телефон Лукашенко? Так любого можно отправить. В общем, происходит что-то страшное. На глазах Лукашенко теряет страну, не понимает этого. Забастовали сегодня все ведущие, практически все ведущие предприятия, заводы, шахты, даже работники телевидения. И в Минске, в Гродно, вышли на забастовку. О том, что ждет Беларусь, я позволил себе сообщить сегодня, предположить в своем сообщении, в своей реплике. В самые ближайшие дни, не дай бог, у меня на карте, что называется, не дай бог, чтобы мой прогноз оправдался. Лукашенко сегодня сказал, что он готов поделиться президентскими полномочиями. Как в молодежной среде говорят ребятишки, его бомбит. Просто бомбит. Лукашенко бомбит, говоря молодежным сленгом. Итак, внимание, он готов поделиться президентскими полномочиями. Четверть века он был не готов делиться ни с кем никакими полномочиями, сейчас готов. Но, сказал Лукашенко, не под давлением и не через улицу. Теперь очень серьезно. Ведущие политические партии Европарламента, все партии, в совместном заявлении сегодня, призвали Россию, Путина, не вмешиваться в ситуацию в Республике Беларусь. Вчера у нас на канале выступил Франц Клинцевич. Напомню, Франц Адамович Клинцевич оказался чуть ли не единственным человеком. Он сенатор. Да, у него много разных должностей в союзе, который называется в нашем союзном правительстве России и Беларуси. Он сенатор замкомитета по обороне, по-моему, или еще как-то называемый. Неважно. Он был единственным в Франце. Адамович Клинцевич, человек, прошедший Афганистан. Кстати, легендарный разведчик. Я про Афган. Который сказал, что Россия никогда никакие войска в Беларусь не отправит. Я дал сегодня, наверное, два или три десятка интервью западному журналисту. Мне все спрашивали. Скажите, у вас интересный канал. Я пытаюсь перескать общую интонацию. Это Кремль попросил вас. Что считают оппозиционным каналом, хотя просто честный канал. Кремль попросил вас, чтобы выступил именно у вас таким заявлением Клинцевич. Я им объяснял настойчиво. Они как врубиться, что в Кремле вчера было воскресенье. Я был бы рад. Если бы кто-нибудь позвонил, что им путный нам сказал бы журналистам из Кремля. Но позвонить некому. Никак понять не будет, как такие события у нас союзные. Одно государство, фактически, с Лукашенко. Я сказал, нет. Нет. В Кремле все спрятались. Там шок. А ну как события перекинутся на выборы губернатора? Смоленск-то рядом. Очень интересно устроить у нас на канале вопрос, кто доверяет на самом деле из жителей Смоленской области своему губернатору Островскому. Что он сделал за эти годы для области? А Лукашенко молодец. Он вчера выступал. Мы разместили его выступление перед участниками митинга. Очень искренне, как мне показалось. Волновался. Чуть не плакал. Просил помощи. Сообщение из Минска. Директор Национального академического театра имени Янки Купалы. Это МХАТ Беларуси. Павел Латушка. Легендарный человек. Многолетний директор. Уволен. После высказываний в поддержку протестов. Лукашенко может говорить только языком силы. Но остальное его не хватает. Он попытался вчера. Начал. И сам же себя сегодня обрубил. Ну как обрубил? С сегодняшнего дня он на глазах теряет республику. Нельзя так с народом. Людей уважать надо. Убери телефон. Что это такое? Будь рад, я тебя избивать не буду. Это президент сказал. Избивать не буду. Кого? Сын своего. Которого сейчас арестовали. Парнишка, который снимал на телефон. Бомбит мужика. Президент может быть смешным, умным, очень смешным. У нас в комике в главе государства. Но глупым быть не может, не хотелось бы. Но президент не может говорить, я вас не буду избивать, радуйтесь. Лукашенко говорит. Ну и что ждать? Вот объективно. Сейчас я не о его заслугах. Мы об этом много говорим. Он сделал больше, чем Машеров, предполагаю я, Королова для своей страны. Особенно в 90-е. Но сегодня. Мы все умираем рано или поздно, как политики, поэты, воины, любовники. Но такая прижизненная смерть на людях. Я понимаю, почему Путин молчит. А что тут скажешь-то? Я уже говорил вчера. Повторю сегодня. Мои белорусские коллеги говорят. Мы у нас все это. Потому что мы не хотим, чтобы у нас было, как в России, обалдел, как. О чем? Пенсионный возраст повышения. В первый раз голосование по Конституции. И Лукашенко сегодня сказал. Только президентские выборы будут новые после новой Конституции. Там тоже все сроки обнулят. Мы не хотим, чтобы было, как у вас. Как Кириенко делает. Ребята, белорусы, мои коллеги говорят. Кто-нибудь в Кремле это слышит, читает вообще, что там происходит-то на самом деле. Что пишут блогеры, журналисты с именами. Да и молодые ребята. Куда все попрятались? В моем кругу это теперь называется феномен Москальковой. А вот женщина выступила. Две недели бойцы Вагнера были в тюрьмах. Уполномоченная по правам человека молчала. В Минск не поехала. Но когда их посадили в самолет, депортируя обратно в Россию, она его не знала. Москалькова сделала заявление. Опять-таки, после наших призывов многочисленных, она, оказывается, отслеживает ситуацию с бойцами компании Вагнер. А чего отслеживать-то, Татьяна Николаевна? Отслеживай. Слова-то какие. Помогать людям надо, а не отслеживать. Дурацкое дело нехитрое. Где они все? Куда они делись? Союзное государство. Где эти люди? Где эти деятели? Где их речи? Где оценка? Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион. Он в Минске уже много лет живет. Дал сегодня интервью нашему каналу. Он нашел человеческие слова Лукашенко. Он все вспомнил. И он согласился с тем, что сегодняшний его провал у рабочих это начало чего-то очень серьезного, очень страшного. Все говорят, спортсмены, журналисты, блогеры, директора театра Янки Купал. Мы молчим. У нас одно государство. Мы молчим. Да молчимся, мне кажется. Верховный суд России признал арестантско-уркаганское движение АУЕ экстремистским движением, наконец-то. Сколько же Яна Лантратова, золотая девчонка Яна Лантратова, она еще в общественной палате работала, сколько она говорила про это АУЕ. Сколько мы передачи сделали с Лантратовой и без Лантратовой об этом страшном явлении в нашей сегодняшней жизни. Задумайтесь. Арестантско-уркаганское единство. Банды формируют из молодежи, из школьников. Начиная с шестого класса. Ребятишек учат бандитизм. Путин отправил Яну заниматься этим в администрацию президента. Ее выдавил оттуда. Некто новик, во мое предположение. Правая рука Кириенко. Она сейчас у Бабича работает эфирент. А Путину сказали, все замечательно, хорошая девочка. Деньги без бюджета выделяются на борьбу с этим. А ее выдавили, чтобы не мешалось, мое предположение. А что Кириенко делает? Меня мои зрители правильно ругают, когда я говорю, что Путин не знает, Путин не понимает, Путин не проверяет. Но не знает он это, в мое предположение, про Яну Лантрату. Он отправил, а ее выкинули. Проверить сегодня вечером, надеюсь. Или завтра. АОЕ, Верховный суд признал экстремизмом. Мы покажем сегодня или завтра с утра наши сюжеты о том, что такое АОЕ на практике в наших городах. И Яна Лантратова будет выступать. Послушайте, пожалуйста, это наши дети. Только напомню, что мы начали эту борьбу. Мы журналисты с Лантратовой, с той же. Пять лет назад. И только сегодня вот такое решение Верховного суда. Первая промышленная партия вакцины против новой коронавирусной инфекции, произведенная на входящем в АФК-систему Евтушенково фармозаводе Бинофарм, составила 15,5 тысяч доз. Я ничего не понимаю. Или опять, опять ругайте меня, мои зрители. Опять Путин обманул. Моё предположение. Моё предположение, некто Дмитриев. Вакцину зарегистрировали, это наш закон. Для того, чтобы она прошла третий, самый сложный, мучительный, третий этап испытаний. Третий этап. Поэтому её зарегистрировали. И вдруг сегодня уже 15 тысяч доз, хотя ещё нет третьего этапа. Самого главного. Читайте портал Карауф Лайф, там все материалы на в этом. И вдруг сегодня сообщение. Медиков будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением третьего этапа. Как параллельно? А если третий этап окончится неудача? Он для чего нужен-то третий этап? Нет, говорят нам. Это, конечно, это сообщение не фейк. Медиков. Это просто для ГАГи материал, для суда по правам человека. Ну, сколько вы ладно, она занимается Вагнером до сих пор, я думаю. А как это может быть, когда ещё раз? Я предполагаю, что Дмитриев неправильно объяснил Путину. Мы зарегистрировали. Это не значит, что мы её можем использовать. У нас закон в России. Перед третьим этапом клинических испытаний вакцины, любого препарата, очень серьёзного, на людях, на людях разных возрастов, на добровольцах. Исключительно на добровольцах. И вдруг мне говорят, да не будем мы ждать, когда третий этап. У нас всё хорошо с вакциной. Мы и вирус победили, который корону называется продукт. Журналистов Мишустина сегодня возвращают из поездки по Дальнему Востоку. Там у многих вирус. Весь пул в Москву, бортом МЧС. Или Кировский театр сообщает у десятков сотрудников, балерины прежде всего. Коронавирус. Или Великий Владимир Васильев не отметит на сцене Большого 13 сентября свой юбилей. Наконец, в ноября перенесён его спектакль. Великий Владимир Васильев. Тот самый Васильев, кого французы в эпоху Нуреева и Барышникова назвали лучшим танцовщиком 20 века, как Рутик Савидова Володя. 5 сентября Васильев выйдет, даст Бог, всё будет хорошо. На сцену театра оперы и балета в Казани. Там состоится премьера его юбилейного спектакля. Потому что это спектакль театра в Казани. Почему, Володя, спросил я Великого Васильева. Надо быть там, где тебя хотят, сказал Васильев деликатно. Не назвав фамилию нынешнего директора Большого театра Владимира Урина. Пятого премьера. И наш канал в режиме онлайн будет транслировать Вечер Великого Танцовщика. Обещаю, мы это сделаем впервые. Мы пока ещё бедный канал, но сделаем прямую трансляцию из Казани. Для всех поклонников балета Васильев это то имя. Как Юрий Гагарин, который знает весь мир. Это самый известный на сегодняшний день из тех, кто жив и здоров, русский человек. Из-за коронавируса Большой театр перенёс в третий раз его или во второй уже его юбилейный вечер. Теперь, наконец, ноября. А медиков будут вакцинировать, не дожидаясь вакцины. Мы впереди планеты всей. Зато сегодня вот такие вещи я очень ценю. Бывшие главные инфекционисты, всё только бывшие говорят правду. Департамент здравоохранения Москвы Малышев считает, внимание, что строгая изоляция в России не привела к значимому снижению распространения коронавируса. Да, конечно, провал был от сплошной изоляции. Просто провал. В борьбе. Объявили победой. Дурь победой объявляем. Поэтому нужно или ждать появления эффективной вакцины, или смириться с тем, что нам придётся жить с этим вирусом. Ради Хабиров сегодня, наконец-то, проснулся глава Башкирии, сообщил о пострадавших на горе Куштау. Посмотрите, пожалуйста, наши репортажи с горы Куштау, где прошли, в новостях сказано мягко, протесты, где на самом деле ОМОН так хорошо поработал. А протесты из-за начала геологоразведочных работ на месторождении известняка башкирской содовой компании. Радию Тахабирову сказать бы. Моё предположение. Первый замглавы администрации Громов. Моё предположение. Я очень аккуратный человек. С кем-то из этой компании содовой дружит. Вот и разрабатывает месторождение на святых местах. На священной горе. Хабирову бы добавить прежние руководители. По слухам, моё предположение. Может быть, фей, как сейчас модно говорить. Но прежние руководители республики были категорически против таких разработок. А вот из Москвы настояли, и президент теперь другой. А куда ему Хабирову деваться-то, если сам Алексей Алексеевич? Это моё предположение. Никто же не опровергает то, что мы говорим. Вакцину собралась сделать вроде как личный бизнес. Чей? Голикова. Концерн Генериум. Вице-премьер. Госзаказ на вакцину. Не дожидаясь третьей стадии клинической. Об этом сказали. Я позволю пресс-секретарю Голиковой. Правда или нет, что это личный бизнес семьи Голиковой? Скажите, да, нет, не знаю. Молчат. Вот как с Белоруссией. Под стол прячется, когда звонят журналисты. Нормальная ситуация в стране? Там моё предположение. Вице-премьер. Здесь моё предположение. Первый заместитель главы администрации. Пусть ФСБ. Александр Васильевич Бортников. Вот нормальный человек Бортников. Александр Васильевич, проверяйте, пожалуйста. Люди уже на улицах. Мы что ждём? Ну, Лукашенко посмотрите. Время-то меняется. Народ-то побеждает. Голос-то звучит. Столкновение, сказал Хабиров, привели к тому, что пострадали и люди, и пострадали сотрудники органов внутренних дел. Да не пострадали. Там и покалеченные есть. Причём с обеих сторон. Я прошу министерству посмотреть и так далее. Это называется теперь... Вот эти протесты, да, называется недоработкой. И администрации президента, он признал, и муниципальных властей. Недоработка. Да не недоработка это, господа, преступление, мне кажется. Как ещё одно преступление. Сергей Чернин. Ах, мы много о нём говорили с Шенгаркиным. Тот самый, который имеет, как мы предполагаем, государство миллиарды рублей на экологию. Чёрная дара, Нижний Новгород, а сегодня Байкал в руках у Чернина. Да, оказывается, он попал несколько лет назад в чёрный список МИДа Латвии. И был лишён вида нажительства в стране. Интересно, когда Чернин, как его называет Шенгаркин, Максим, мой товарищ, лжеучёный, был членом общественной палаты, он указал, что у него в натовской стране есть вид нажительства? На кому миллиард народный отдаём, господа? А за что? Его лишили вида нажительства? Ничего себе решение латвийских органов. У нас в пятницу будет выступать руководитель полиции Латвии криминальной. Оказывается, некая женщина подала заявление в латвийскую полицию о подозрительных схемах его Чернина бизнеса. Ей проломили голову на улицу. Бандитское покушение. Мы кому миллиарды отдаём? В чьих руках Байкал? Сейчас МВД занимается Черниным. Его истерика была у нас на канале, в одной из моих реплик, телефонный разговор с ним. Мы вернёмся к этому вопросу обязательно. По Чернину. Он от нас прячется. И первым делом предложил ему прийти в эфир и всё рассказать. Я ещё не знал про то, что у него вид на жительство в натовской стране. Ну и новый скандал после уже депутата Степана. Там идут проверки. Мы получаем какие-то ответы. Пока, кстати, малым разумительным от разных прокуратур. Ну подождём, как депутата Степана Пытолёва с его нефтешлаком проверят наши прокурорские работники. В Красноярском крае два карьера Шинник и Бодолык засыпают промышленными отходами. В перемешку с отходами ТБО. Чьи это карьеры? Правильно. Местный мусорный король. Евгений Шапилёв. Новый герой. Будет, мне кажется, постоянным персонажем. Героем наших рассказов и программ. Оба карьеры уже перевалили за границы. Участка. Местные жители протоптали тропинку посреди Шинника. Горы мусора возвышаются на несколько метров в высоту. Мусор никто не утилизирует. Вонь. Любой момент, любая эпидемия, включая холеру. Антисанитария. И непотопляемый местный мусорный король Евгений Шапилёв. Мэрия Красноярска потребовала от компании Эко-ресурс. Это он, мусорный король. Провести рекультивацию полигона на Шинников. И вернуть эти земли в казну города. Чиновники потребовали вернуть землю. А в ответ получили отказ. Мусорный король. Он же король. Мы будем много говорить о нём. В самое ближайшее время об этом персонаже. А в завершение порадую наших зрителей ещё один наш любимый герой. Всемогущий Гутриц. Леонид Гутриц. Бывший скромный глава района в Краснодарском крае. Один из самых, моё предположение, богатых людей в мире. Не в России, а в мире. С денежками в Канаде моё предположение. Всемогущий Гутриц, который так любил угрожать и мне, и моей жене. И интересуясь нашим здоровьем по открытой связи по телефону. Находится под домашним арестом. Детали у нас на канале уже сегодня. Детали его ареста уже сегодня ночью.